В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с генеральным директором компании НИРОТРЕНД. НИРОТРЕНД. Варометр – это комплекс для проведения замеров нейрофизиологических реакций. Горячая вода есть! Закончился ремонт аварии трубопровода горячего водоснабжения возле территории общежития номер 3 на улице Аделя Кутуя. Ну всё, в принципе, вот она, горячая вода. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии – Экземидин Гзатулин. Прошла встреча ректора Казанского федерального университета с генеральным директором компании НИРОТРЕНД. О том, что обсуждалось на заседании, смотрите в нашем следующем сюжете. В зелёном зале Казанского федерального университета прошла встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным директором компании НИРОТРЕНД Натальей Галкиной. Заседание было направлено на реализацию совместных образовательных, научных и коммерческих проектов в сегменте нейромаркетинга. На встрече обсуждались различные темы, в том числе недавнее создание нейромаркетинговой лаборатории «Нейролаб» в структуре Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. В инженерии, значит, хотели определить и на более новой клинике вещи, и, может быть, по лаборатории нейромаркетинга, что сейчас вы занимаетесь, может быть, коротко расскажете? Хочется напомнить, что лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подчеркнул, что новая лаборатория предназначена в том числе и для университетской клиники Казанского федерального университета. «Нейромаркетинга лаборатория «Нейролаб», который представляет целый нейробарометр, это комплекс для проведения замеров нейрофизиологических реакций на любой визуальный контент, и тем самым это положило начало новому витку как образовательных, так и научно-исследовательских проектах». Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Выпустник Казанского федерального университета Игорь Губайдули назначен министром промышленности, науки и новых технологий Республики Мордобия. Соответствующее решение накануне принял глава Мордовии Артем Сдунов. Закончился ремонт аварии трубопровода горячего водоснабжения возле территории общежития номер 3 на улице Адель-Кутую, где с начала мая 2021 произошел ряд аварий. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Горячая вода в кране есть. Тогда о горячей воде сказали пять общежитий Казанского университета. Это общежитие номер 3, номер 6 по улице Адель-Кутуя и общежитие номер 1, номер 2 и номер 4 по улице Красная позиция. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сдержал свое слово данное на встрече со СМИ 16 сентября. Бесхозность сетей горячего водоснабжения серьезно затормозила решение столь болезненной для студентов проблемы. Пока в разных инстанциях решался бы вопрос о том, кто же все-таки юридически должен выступить собственником сетей, студенты могли бы уже закончить учебу и уйти на летние каникулы. Ильшат Гафуров решил взять всю ответственность на себя, поручив немедленно приступать к ремонтным работам за счет средств университета. Формально это решение можно трактовать как нарушение бюджетного законодательства. Мы комиссионно приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Наверное, в дальнейшем найдутся люди, которые нас будут обвинять, что мы не должны тратить собственные ресурсы на чужие объекты. Свои обещания ректор КФУ выполнил. Работы на наружном трубопроводе горячего водоснабжения уже завершены. На сегодняшний день мы действительно очень рады, что студенты у нас имеют как в умывальных комнатах, как в душевых, а также и в кухонных помещениях горячую воду. В крайней воде есть. Напомним, 2 мая произошла серьезная авария на трассе горячего водоснабжения на улице Аделя-Кутуя. ВУЗ пять раз своими силами пытался привести пострадавший участок в нормативное состояние. Однако после проведения независимой экспертизы выяснилось, что данный участок трубопровода не может быть допущен к дальнейшей эксплуатации, что подтверждено прокуратурой советского района. В связи с этим летом в душевых комнатах ПИС и общежития установили электрические накопительные водонагреватели. ВУЗе подчеркивали, что трубы бесхозные, они не находятся на балансе университета. Несмотря на это, в КФУ решили профинансировать восстановление участка трубы горячего водоснабжения на улице Аделя-Кутуя. По итогу было заменено более 400 метров. Вот такие трубы мы после вскрытия нашей трассы горячего снабжения оттуда были демонтированы. Демонтаж труб произведен, и мы вот видим, в каком они были состоянии. Тут даже видно, как была труба забита. Тут даже видно такие наросты, что произошло сужение диаметра трубы, что не позволяло бы нам получать в таком достаточном количестве воду. И вот в результате чего у нас, в принципе, и отсутствовала горячая вода. Напомним, что последний раз плановая замена участка трубы осуществлялась в 2002 году. Сейчас проводится работа по гидроизоляции в целях непопадания грунтовых вод в данный лоток и в данную трассу трубопровода. И после того, как они сейчас закончат гидроизоляцию, соответственно, они закопают это все и будет уже восстановлено асфальтовое покрытие. Отметим, что горячее водоснабжение теперь есть во всех пяти общежитиях Казанского университета. Два из которых находятся на улице Аделя Кутуя и три на улице Красная позиция. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. В библиотеке Казанского федерального университета хранится редкая литература о таких исторических личностях, как Минин и Пожарский. Подробнее об этом в следующем сюжете. В преддверии Дня народного единства мы хотим вам рассказать об истории этого праздника. Сейчас мы находимся в отделе рукописи редких книг в библиотеке Казанского федерального университета, где хранятся исторические документы о происхождении праздника. Речь идет о редких материалах про смутное время на Руси. Праздник День народного единства отмечается на территории России с 2005 года. Его истории уходят корнями во времена Руси. 4 ноября мы отмечаем праздник Дня народного единства и согласия. Связано это с освобождением Москвы от поляков в ходе смутного времени. И, конечно же, Казань тесно связана с этими событиями, потому что именно считается покровительством Казанской иконы Божьей Матери произошло освобождение Москвы от поляков. И, конечно же, большую роль в том, чтобы возникло это второе ополчение, с которым и пришла эта икона в Москву, сыграл, конечно же, патриарх Гермоген. Историческая литература смутного времени неразрывно связана с подвигом Минина и Пожарского. Именно они возглавили народное ополчение. Простые люди из народа стали носителями благородной цели – восстановить прежний порядок на территории страны. Эти призывы приходили и в Казань, но в Казани была сложная политическая ситуация. А вот в Нижнем Новгороде Кузьма Минин, земский староста, в общем-то, да, обычный рядовой житель города, вдохновившись этим призывом, затем призвал уже нижегородцев, да, спасать русскую землю. Минин и Пожарский сыграли важную роль в усмирении бунта на территории Поволжья летом 1612 года. Парой месяцев позднее народное ополчение смогло освободить Москву, захватив сначала Китай-город, а потом Кремль. Поляки вынуждены были отступить. Минин и Пожарский стали героями страны. А документальное подтверждение событий 1612 года хранится в Казанском федеральном университете. Это книги, рукописи и копии икон. В наших фондах есть уникальный источник книги купчих записей 1602-1603 годов. Действительно, вот из Нижнего Новгорода, из Нижегородской гимназии, где, как вы понимаете, да, с ними не проводилась никакая работа. Эти рукописи были присланы сюда. И здесь, на одном из листов обнаруживается запись двора Кузьмы Захарева сына Сухорука. И большинство ученых сочло, что это и есть Кузьма Минин, первое его упоминание в книге купчих записей начала 17-го века. Подвиг Минина и Пожарского нашел отражение как в народном фольклоре того времени, так и встречается в произведениях более позднего времени. Ознакомиться с подобной литературой можно в отделе рукописей и редких книг в библиотеке Казанского университета. Роберт Хасанов, Фарид Захитоглы, Универньюс. На этом все. В студии был Экземидин Гзатулин. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших цельных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok